День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Еще раз всем здравствуйте. Продолжается утро на Болткоме. И поговорим мы о коронавирусе, точнее о том, как происходит взаимодействие все-таки Кабинета Министров, поскольку понятно, что члены Кабинета Министров принимают решения, наше правительство, на основе информации, которую получают от экспертов, и внезапно разразилась такая, я бы даже сказал, скандальная ситуация, когда группа экспертов из академической среды приостановила сотрудничество с правительством и высказала мнение, что Кабинет Министров просто не прислушивается к мнению ученых, и в таком сотрудничестве нет смысла. Вот с просьбой прокомментировать эту ситуацию, действительно, может быть, объяснить, как происходило до сих пор, на базе вот какой информации принимались решения, от которых, в принципе, зависит вся жизнь в нашем государстве. Вот обо всем об этом мы хотели бы попросить прокомментировать доцента Рижского университета Страды, не руководителя программы социальной антропологии, Клавса Седлникса. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Сразу к делу. Действительно, что случилось? Сколько было понятно из вчерашнего заявления вашей группы, а господин Седлникс как раз входил в эту экспертную группу, которая, между прочим, на добровольных началах сотрудничала с правительством достаточно долгое время, почему вы перестали видеть смысл в этом сотрудничестве, в этом диалоге с Кабинетом Министров? Ну, вообще-то можно сказать, что мы уже с начала этой группы, когда эта группа была создана, поняли, что это наше сотрудничество не очень-то действует по таким принципам, которые могли бы привести к наилучшим результатам. То есть, ну, эта группа была создана из людей, которые имеют некоторую экспертизу, которая могла бы дать хорошие ответы на то, какие, ну, может быть, последствия, или что делать в каких-то, ну, определенных ситуациях. Но проблема была в том, что, ну, так мы и не дождались каких-то конкретных вопросов или запросов насчет каких-то дилемм, которые надо было бы правительству решать. То есть, ну, то, что мы делали, было, как это осуществлялось, было, ну, мы были представлены этими, ну, правительственными сценариями, которые вырабатывались, и, ну, должны были высказать свое мнение насчет этих сценариев, как, что мы думаем о них. Но дело в том, что, ну, таким образом мы не можем дать, ну, научный ответ, или ответ, который бы основывался на данных и, ну, таких научных знаниях, да, мы могли дать, ну, свой такой быстрый взгляд на то. И, ну, как-то получалось, что мы вроде действуем как некоторые, ну, социальные партнеры, да, как бывает НВО и другие социальные партнеры, которые тоже высказывают свое мнение о том, как нам сейчас быть. Но наши знания из другой области, да, и поэтому, наверное, это и не очень-то хорошо работало все это время. Можно ли назвать вашу экспертную группу некой такой фокус группы? Ну, то есть правительство придумало какой-то там перечень мер, а вы встречаетесь, они говорят, ребята, вот смотрите, мы придумали то-то, то-то, то-то. Что скажете? Вы подумали-подумали, говорите, ну, да, это придет к таким-то последствиям. Они такие, хм, интересно, да все равно. Ну, да, а мы думаем, может быть, не приведет к таким последствиям. Ну, да, это и есть проблема, потому что такие группы, конечно, были и другие, да, но я думаю, что есть смысл что-то просить у научных, аж насчет, ну, такого научного, научных данных и научных знаний. Но, к сожалению, таких вопросов у нас до сих пор не появилось. Ну, то есть к вам обращались не как к ученым, а вы были бы готовы дать свои рекомендации? Ну, да, конечно, конечно, и, ну, нам тоже было очень мало таких конкретных данных, потому что, к сожалению, тоже надо сказать, что, ну, например, насчет пристреливших людей, которые наиболее уязвимы в этой пандемии, мы до сих пор ничего конкретно не знаем, потому что нет исследований этой группы. Наверное, надо было бы это сделать, но, к сожалению, таких, ну, целесообразных исследований не проводится. И, конечно, мы не можем это делать, ну, на свой счет, да. Но ведь со всех сторон звучат заявления о том и призывы вакцинировать как раз-таки в том числе одну из приоритетных групп, а это 60+. Вы говорите, что нет никаких исследований. Что происходит в таком случае? Ну, это делается на ощупь, так сказать. Ну, на основе данных, которые, ну, не полностью научные, так называемые анекдотические данные. То есть, что, ну, как нам кажется, что мы там узнали, как выглядит, но это не систематическое исследование. А скажите, вот что вы предлагали конкретно, вот ваша группа, вот какие были ваши предложения, которые, может быть, ну, вот не услышало правительство? Ну, надо сказать, что в нашем, так сказать, мандате не включалось приношение каких-то конкретных предложений. И, ну, и что мы могли делать, это было сказать, который из предложений, которые делалось из, ну, не знаю, как по-русски, по Старп Нозер Координации Центрс, который… Межведомственной. Да, который, ну, разрабатывал эти сценарии, которые, ну, мы оценивали, то есть, как нам выглядят, какие будут последствия одной или другой стороны этих сценарий. Хорошо, давайте тогда спрогнозируем. Принятые и вступившие вчера в силу меры ограничительные, на ваш взгляд, на взгляд ваших коллег из этой группы, к чему это может привести? Ну, наверное, ни к чему. Это и было, ну, такой последней каплей нашего, что вызвало, наверное, этого, ну, этого сообщения. Потому что, ну, мы уверены, что в данном, в данной ситуации, когда мы можем с уверенностью уже могли прогнозировать кризис в больницах, Такие ограничения, которые, ну, сейчас ввелись, ну, не дадут нужный результат. То есть, кризис в больницах будет продолжаться, рост заболевающих, наверное, тоже будет расти какое-то время еще. И в данной ситуации должно было бы вводиться гораздо строже меры по сравнению с тем, которые уже велись. И это было потому, что мы должны были так долго ждать. Но надо сказать, что наша группа тоже советовала подождать с этими мерами. Но потому что, ну, когда это было понято, что кризис, ну, будет прогнозирован с очень высокой возможности, Мы поняли тоже, что общество совсем не готово к каким-то новым ограничениям. Это было в начале и в середине сентября. И всем, ну, казалось, что вообще-то все более-менее нормально. Только с этой нашей позицией можно было увидеть это грядущего кризиса. Но в то время это было ясно, что люди точно не поймут никакие строгие меры. И поэтому мы советовали тоже подождать с мерами, но начинать говорить о этом плане уже с того момента и немедленно. То есть надо было принять этот план и начинать коммуницировать о этом плане уже с того момента, когда было ясно, что кризис не пройдет мимо. Я правильно понимаю, что… И потом высокая возможность, что этот кризис настанет. Господин Савельник, правильно ли я понимаю, ваша позиция была ввести более строгие ограничения, но после предварительной коммуникации с обществом. То есть дать ясный сигнал, ребята, если вы не пойдете вакцинироваться массово, там, через месяц, через полтора, мы вводим очень строгие меры. Конечно, конечно. А не так, как сейчас, в виде строгие меры, которые все равно не работают, потому что, ну, пока кто-то вакцинируется, вот сегодня я пойду вакцинируюсь, результат будет все равно только через полтора месяца. Конечно, сейчас уже поздно такие сигналы давать, но тоже ясно, что очень строгие меры, но в таком, я бы мог сказать, что в таком плане правительство сделало умность, потому что, наверное, если бы, ну, мы сделали локдаун так, ну, на следующее утро, да, было бы гораздо, ну, много людей, которые были очень возмущены этим, и, ну, не знаю, что они там делали в таком случае. Ну, хорошо, к вам не прислушались. Ваш прогноз, в ноябре нас ждет локдаун? Следовало бы его вводить вообще? Ну, это, ну, очень хороший вопрос. И то, что, ну, мы советуем, что правительство должно тоже, ну, так честно говорить с обществом насчет того, что кризис этот еще только, ну, начинается, и надо знать, что правительство будет делать, если вообще, ну, наши больницы перестанут нормально работать. Ну, сейчас уже не работает нормально, да, но если это еще ухудшится. То есть, ну, мы не знаем, как это будет развиваться, но возможность того, что этот кризис пойдет в худшую сторону, существует. Значит, в таком случае надо знать, что правительство, ну, будет делать. И таком образом, ну, немножко успокоить людей, потому что одна из проблем этого кризиса, этой пандемии вообще, что люди не знают, ну, что с нами будет через день или два. Ну, конечно, никто не знает, но должен быть какой-то план, и это, ну, задача правительства этого, этих, таких план вырабатывать и коммуницировать насчет. А что будет дальше, вот, господин Седленникс? Вот, будет ли какая-то новая группа экспертов, и что будет ждать правительство от, если такая будет группа, не нужно ли будет просто от нее просто легитимизировать решение вот Кабмина, ну, то есть, не ждут ли просто ее как, ну, просто подтвердить наше решение? Ну, в некотором плане так, наверное, и не все правительство, но некоторые, наверное, так и думали, что эта группа экспертов нужна для того, чтобы легитимизировать решения правительства, вне зависимости от того, что эксперты сами думают. Я думаю, что, ну, может быть, правительство, ну, когда-то придет к такому заключению, что им нужна эта экспертиза научных, и тогда будет, ну, или какие-то, ну, новые группы созданы, или это, нас позовут обратно как-то уже работать под другими условиями, или как. То есть, ну, это зависит от правительства, что они будут запрашивать. — Огромное спасибо. Мы благодарим доцента Рижского университета Страдания, членов вот этой экспертной группы, представителей академической среды, которые работали несколько месяцев с правительством. Клав Седникс был в нашем эфире, но решили прервать это сотрудничество, потому что не видят смысла на данный момент. Конечно же, хотелось бы, чтобы правительство развернулось, так сказать, лицом, в том числе, к академической среде, и прислушивалось ко мнению специалистов и экспертов. Еще раз благодарим господин Седникс. Хорошего дня. — До свидания. — Все, два, пожалуйста. — Мы продолжаем наш эфир. Сейчас прерываемся, а потом возвращаемся. Радио Болткома. Радио Болткома.